Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, я снова в компании Тимура и Амалии. Важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, в удивительном месте, где учимся правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. Я думаю, что о многом вы, ребята, уже знаете от взрослых людей, от своих учителей, родителей. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда можно повториться. Согласны со мной? Хорошо, а еще мы с ребятами не только учимся безопасности, но и соревнуемся. Сегодня у них уже третий соревновательный день, и я предлагаю посмотреть, чем закончилась вчерашняя борьба. Ко второму соревновательному дню наши участники подошли с незначительным отрывом. Амалию удалось вырваться вперед всего на одну фишку. Такое преимущество в стране безопасности в расчет не принимается. Зато Тимур понял, что соперница у него серьезная и прибавил в скорости. Быстрее, быстрее, ребята, скорость, скорость. Так, Тимур положил быстрее. Правильно, принесли. Что это у нас? Дым. Что столбом стоит в избе? Дым. Дым. Правильно. Но и Амалия, несмотря на внешние очарования и безобидность, без боя сдаваться не собиралась. Да, правильно. Только опять Амалия Тимур тебя опередила. Поэтому, ну, я думаю, что еще два соревновательных дня, Тимур, ты будешь догонять Амалию. Итог двух дней выглядит так. 20-22 в пользу Амалии. Посмотрим, кто окажется сильнее сегодня. Итак, по итогам двух битв, пока лидирует Амалия, у нее 22 фишки и всего лишь на 2 фишки меньше у Тимура, 20, я предлагаю приступить к первому испытанию сегодняшнего дня. Я загадываю загадку, вы внимательно слушаете. После того, как я заканчиваю читать, вы направляетесь каждый к своей доске и приносите мне отгадку на мою загадку. Речь пойдет о явлениях природы. Очень интересная тема загадок. Каждый правильный ответ и быстрый ответ будет стоить 2 фишки. Кто же просто правильно ответит, но придет вторым, получит одну фишку. Все понятно? Да. Хорошо. Тогда внимательно слушаем первую загадку. Крашеное коромысло через реку повисло. Быстрее, быстрее задание на скорость. Тимур, не подглядываем, не подглядываем. Хорошо. Что это, ребят? Радуга. Радуга, конечно, радуга. Правильно отгадали, и поэтому получаете фишку. Ким, Тимур. Одно за правильный ответ. И Амалия за правильный ответ и за быстрый ответ. Слушаем вторую загадку. На деревья, на кусты с неба падают цветы. Белые, пушистые, только не душистые. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, хорошо, правильно отгадали. Что это? Снег. Снежинки, цветы, снежинки. Правильно. Амалия, ты просто сдвигай магнит, не бери его в ручки, чтобы он тебя не тормозил. Хорошо, правильно отгадали. Амалия, держи за правильный ответ. И Тимур за правильный и за быстрый ответ. Две фишки. Присаживайтесь, присаживайтесь. Пушистая вата плывет куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе. Побежали. Что за вата? Облака. Облака, правильно, правильно разгадали вы и эту мою загадку. Амалия, за скорость и за правильный ответ две фишки. И Тимур за правильный ответ. Держи. Последняя загадка. Присядьте, присядьте, пожалуйста, слушаем. Шар воздушный золотой над рекой остановился, покачался над водой, а потом за лесом скрылся. Побежали. Ах, вместе принесли, айда, молодцы. Что это за шар золотой? Солнышко. Солнышко, конечно, солнышко. Молодцы. Вы настолько быстро принесли, что я даю за скорость каждому. Каждому по фишкам. Молодцы, ребята. Присаживаемся. Присаживаемся и давайте сосчитаем, сколько фишек удалось заработать в первом конкурсе. Семь. Ты уже посчитала, Амалия? А ну-ка, давай. Когда ты так успела? Я просто считала, когда я была. Три, абсолютно верно. Семь фишек у Амалии. У Тимура сколько? Шесть. Шесть фишек у Тимура. Отлично. Ребята, в природе бывают вполне безобидные явления природы. Такие, как облака, красивая радуга. Но бывают и очень даже опасные. Такие, как буря, ураган, смерч, наводнение. И все эти явления могут составить человеку угрозу. Вот об этих явлениях нам подробнее расскажет наша хорошая знакомая Мария Александровна. Она уже с нами на связи. Ребята, привет. 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 Я очень рада нашей новой встрече. Давайте сегодня поговорим с вами о стихии, которая оставляет после себя поломанные ветки, деревья и заборы. Вы, наверное, уже догадались, что тема нашей беседы станет сильный ветер. У него много названий. И буря, и ураган, и смерч. Все эти природные явления отличаются друг от друга скоростью ветра и возможными разрушительными последствиями. Буря – это еще не так страшно. А вот ураган – это ветер, который может достигать скорости 200 км в час. Если ураган или буря застали вас на улице, держитесь подальше от легких построек, мостов, линий электропередач и других сооружений, которые могут быть легко снесены порывами ветра. Если вы едете в автобусе или автомобиле, надо поскорее из него выйти. В поле можно спрятаться в яме или овраге. Для защиты от летящих обломков используйте естественные укрытия. Ребята, сегодня вы узнали немножко больше о безопасном поведении. Эти правила помогут вам понять, как правильно вести себя во время сильного ветра. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Ну что ж, ребята, сегодняшний конкурсный день подходит к своему завершению. У нас осталось всего лишь одно испытание, и я предлагаю приступить к его прохождению. Конкурс будет называться «Зелено-красный». Я буду читать утверждение. Оно может быть правильным и неправильным. Если вы с ним согласны, считайте, что все сказано правильно, то вы поднимаете зеленую карточку, показываете мне. Если не согласны, если оно ошибочно и неправильное, то поднимаете красную. Все ясно, по-моему, все понятно. За каждый правильный ответ фишка тому, кто справится быстрее, дополнительно будет дана еще одна фишка. Слушаем первое высказывание. Скорость ветра при урагане может достигать 200 км в час. Верно. Верно. Ответили правильно и одновременно. Поэтому по две фишки. Быстро ответили. Можно за скорость вам дать. Держи, Тимур. Хорошо. Второе утверждение. В случае сильного ветра в поле можно спрятаться в яме или овраге. Молодцы. Опять вместе. Опять правильно. Айда, молодцы. По две фишки снова. По две фишки снова. Третье выражение. Если ураган застал вас в транспорте, надо поскорее из него выйти. Правильно, правильно. Немножко Маля засомневалась, но тем не менее неправильно ответила. Единственное, Тимур чуть-чуть опередил. Поэтому Тимур две фишки, а Маля одну за правильный ответ. Держи. Амаля, тебе кладу. И последнее высказывание. Слушай внимательно. При урагане можно прятаться в сарае и стоя под линиями электропередач. Так. Хорошо. Красное. Правильно. Ни в коем случае нельзя прятаться в сарае и под линиями электропередач. Правильно. Тимур быстренько очень среагировал. Держи. Две фишки тебе и одну Амалии за правильный ответ. Итак, давайте сосчитаем, сколько фишек удалось заработать в третий игровой день. Амалия, считай свои, а Тимур свои. Тринадцать. Так. Еще сюда. Ага. Тринадцать. Ай. Двенадцать. Чемнадцать. Четырнадцать. Хорошо. Четырнадцать. Итого. У Амалии было двадцать две фишки, плюс сегодняшних тринадцать. Тридцать пять фишек. У Тимура было двадцать. Сегодня четырнадцать. Итого тридцать четыре. Ребята, слушайте, разница всего лишь одна фишка. А завтра у нас уже финал. Победитель пока... Вы можете уже предположить, кто выиграет? Тимур, ты как думаешь, кто выиграет? Я. Ты думаешь, ты Амалия, а ты как думаешь? Я. Правильно. Правильно настроены на борьбу. Итак, победителей определим завтра. А на сегодня мы прощаемся с вами и с нашими маленькими телезрителями. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин